Дальнейшая ситуация с погодными условиями и с выпаданием осадков должна и дальше быть под постоянным наблюдением, для того, чтобы не допустить потерь человеческих жизней и материального урона. Кико отметил, что угроза наводнения велика не только на севере Молдовы, но и на юге и в центре. Поэтому в населённых пунктах, расположенных на Днестре, необходимо также принять все надлежащие меры, чтобы не допустить затопления. Премьер попросил министра экономики Сергея Рейляну подготовить материалы по состоянию гидроэнергетического узла Костеж-Тестынка. Особое внимание надо уделить и этому водохранилищу, за состоянием которого давно никто не следит. Это очень важное и сложное сооружение, которому государство не уделяло должного внимания. Поэтому, чтобы не подвергать риску подобные опасные объекты, на следующей неделе мы проведём специальное заседание, на котором установим ряд необходимых мер. Стоит отметить, что в северных районах Молдовы уже началась эвакуация населения из-за угрозы наводнения. Так, временно эвакуировали жителей 24 домов в сёлах Криво, Дрипкауце и в городе Лепкан и Бричанского района. Все они сейчас проживают у родственников в других населённых пунктах. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в зонах риска установлены стационарные посты для контроля ситуации и передачи информации об изменениях уровня воды.